Я, Сергий, и за поздравление, и за приглашение сегодня вместе в этом храме помолиться. Как всегда, епископ и я, в частности, обязательно должен немножко пощекотать нервишки всем. И вам тоже сказать о том, что вы сказали, что святитель Николай величайший из святых, но сам Господь Христос Спаситель величайшим из всех святых назвал пророка-притечу-крестителя Господни Яр. Да, оспаривать не будем. Но вот что удивительно, святитель Николай почитается во всей полноте православной церкви. И не только православными, и инославными, и даже людьми далекими от церкви. И хорошо, что вы не продолжили тот рассказ о святителе Спиридоне рассказывать, как он на соборе взял кирпич в руки. Потому как сегодня говорят о том, что это из апокрифа взято. Кто-то опровергает это явление, кто-то его принимает. Но точно так же, как и святителя Николая, ученые мира сего иногда отвергают. В католическом мире он не почитается так, как в православном мире почитается. И может быть, это не случайно охладевает мир людей. Больше придают значение рассудку и разуму. А вот наш славянский народ, он чтит святителя Николая. И я думаю, что, наверное, нет такого дома, такой квартиры, у кого бы не было иконочек святителя Николая. Правда? Все его почитают. Да, вы правильно сказали. В четверг, каждый четверг недели, после святых апостолов, мы вспоминаем святителя Николая. Он действительно снискал особую божественную любовь. Господь, видя его святость, видя его искреннее служение Богу через служение людям, за его благую, святую и праведную жизнь, даровал особый дар – помогать нуждающимся. Дал ему Господь, дал дар чудотворения. И я думаю, что вряд ли кто-то в своей жизни не обращался к святителю Николаю с просьбой, чтобы он помог в том или ином случае, в той или иной ситуации. Святитель Николай действительно является скорым помощником. И, конечно же, для каждого из нас его имя, его жизнь, особенно в этот праздник, является поводом для рассуждения. Как же он снискал эту божественную любовь и божественный дар? Дар, вера, как мы им говорим, сегодня и воспеваем в тропаре, что он является правилом веры. Он действительно является правилом веры. И на Первом Вселенском Соборе он защищал православную веру, за что и круг низложен, и сослан, после того, как он обличил Ария, и даже ударил его по щеке. Но достаточно ли веры для нас, для жителей земли. И церковь, рассуждая о святителе Николае, говорит о том, что вера его была деятельной. Апостол Павел совершенно не случайно говорил о том, что вера без дел мертва. Так вот, святитель Николай сочетал в себе деятельную веру. Священное Писание говорит о том, что и бесы веруют, что есть Бог. В отличие от нас, бесы даже трепещут перед именем Божьим. Мы не трепещем, а бесы трепещут. Однако же остаются бесами, потому что они не пытаются смирить себя, они не пытаются осознать в себе недоставки, грехи, проступки. Они верят и трепещут, но остаются, однако же, бесами. А люди имеют прекрасную возможность веровать и свою веру приумножать делами этой веры, делами любви и милосердия. И святитель Николай Чудотворец действительно был милосердным человеком. Еще задолго до своего священнослужения он уже проявлял милосердие, снисходительность к тем, кто нуждается и в снисходительности, и в посторонней помощи. Он действительно помогал людям найти путь к Богу, путь ко спасению. И он сегодня и до скончания века будет исполнять эту особую божественную миссию в мире, будет помогать, кто с верой и надеждой будет обращаться к Богу в трудную минуту, в трудный час, в трудных обстоятельствах. Но церковь, говоря о нашем молитвенном обращении к святителю Николаю и к Господу, и к его причасти матери, призывает нас обращаться к Богу не только тогда, когда нам трудно и тяжело, а церковь призывает нас всегда научиться благодарить за все Бога. Ведь молитва, она бывает разной. Бывает благодарственная молитва, бывает молитва словословия Богу, а бывает и рамская молитва. Только лишь помоги Господи или спаси. Более возвышенная молитва именуется церковью так, которая возносится от чистого сердца человека к Богу, прославляя Бога за все, что Господь сотворил и на небе, и на земле. И если будет у нас такая молитва словословия Богу, то мы нечто подобное можем уподобиться и ангелам, а херувимам и серафимам, которые возносят словословия Богу. Но в жизни бывают разные ситуации, и когда мы можем оказаться в трудном или безвыходном положении, то помните, у нас есть скорый помощник, святитель и чудотворец Николай. И он готов всегда прийти на помощь нуждающимся. Знаете, я однажды встретил мужчину, который не так часто ходит в храм, и разговаривая с ним о молитве, конечно, он спросил, кому в первую очередь надо обращаться, как надо молиться. Когда я ему сказал, что надо молиться, конечно же, Богу, Господу, Господь наш, Творец, промыслитель, спаситель, конечно, Он слышит все наши молитвы. Ну и потом, говорю, мы обращаемся и к Матери Божией. И он, выслушав, говорит, я, знаете, вот я такой грешный человек, я даже, я понимаю, что надо к Богу обращаться, но я чувствую свои недостоинства, и как-то мне даже немножко страшно. К Матери Божией, да, иногда обращаюсь, но тоже я чувствую, что она честнейший хирургим, и даже тоже страшусь к ней обращаться. А вот святитель Николай не боюсь, потому что он такой же, как и мы, был. Он такой же был человек, как и мы, поэтому я к нему настолько легко обращаюсь, вот как к своему сверстнику. Удивительно, прошло уже более 17 столетий, а наш современник, святитель Николай, может обратиться, как к своему ровеснику, да, удивительное явление. Он действительно вот необычный святой. Отец в себе не подчеркнул, что это совершенно необычный человек. Вот много у нас святых, но как-то святитель Николай, почему-то всегда, вот я слышу иногда от людей, наш Бог святой, да, хотя он жил ведь не у нас, не в Белой России, не в Великой, не в Малой, а он настолько близок к сердцу каждого человека. И вот эту любовь народную и, конечно же, любовь божественную он снискал благодаря своей искренней вере, своей деятельной любовью к Богу и к людям. И для нас он является ярким примером для подражания. И если мы с вами будем не только верить в Бога, как во что-то такое абстрактное, где-то далекое и неведомое, а если наша вера будет сочетаться с нашей праведной, чистой, святой жизнью, да еще и деятельной любовью к Богу через любовь и сострадание к людям, то вот такая гармоничная наша жизнь, вот такая деятельная наша любовь, она будет полезна и спасительна для каждого из нас. И в этом нам будет надежным помощником святители-чудотворец Николай. Ну и, конечно, для каждого, кто является прихожанином этого храма, кто приходит сюда, в этот храм, для кого этот храм является самым близким и родным духовным домом, где мы можем обращаться и ко Господу, и к Его причестной матери, и ко святителю-чудотворцу Николаю. И мне в этот праздничный день хочется пожелать, чтобы святитель Николай был верным, надежным нашим помощником на всех путях нашей жизни. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка.